Продолжение следует... Все активисты уехали митинговать в Москву, а основная масса протестовала на рабочих местах. Ну что ж, довольно интересная форма протеста, непонятно только, как об этом можно догадаться. Сама акция проходила довольно спокойно, и у стражей порядка работы практически не было. Правда, бросалось в глаза обилие милицейских машин на улицах города. Но, как говорится, слава богу, обошлось. Пикетчиком на улицу вышло практически все руководство города во главе с мэром. Александр Николаевич внимательно выслушал текст обращения, который предлагалось подписать всем присутствующим. И обещал довести его до сведения городской думы. Дорожаемые друзья, конечно, вот это требование повсеместное, по всей стране, в нашем городе, наверное, не случайно. Не случайно лишь по одной причине. Вот я сегодня пришел на работу, с чего я начал рабочий день. В первую очередь, я посчитал, а сколько денег есть в бюджете, чтобы тех людей, которые не могут сегодня хлеб купить, выделить хотя бы 50, 100 тысяч, хоть как-то морально, материально поддержать. Конечно, это плохо. Конечно, это непорядок. Таком не может быть. Таком не может быть, когда сегодня крупнейшее предприятие, он по машиностроению не получает заработную плату. Разве это порядок, когда сегодня пенсионеры на полтора месяца идет задержка по пенсии? А где их взять? Ну, два месяца, может быть, у кого-то и три месяца. А где их взять? Кто выплачивает пенсию сегодня? Кто выплачивает пенсию? От кого она зависит? Когда пенсия идет, извините меня, по иерархии вниз, пенсионный фонд. Когда администрация сегодня лишена возможности в этом пенсионном фонде участвовать. Безусловно, ваши требования, наши требования, требования народа, они справедливы, они оправданы. Но в этой ситуации я бы хотел сказать, что мы, конечно, не сложа руки сидим. Вы видите сами, что сегодня в городе делается, продолжается делаться. Сегодня задают мне вопросы за рядов, а что с телефонами, где телефоны? Вы знаете, вы же знаете, я уже об этом говорил, что телефоны сегодня включены. Станция сегодня включена. Идет переключение 791-х телефонов в южной части, Аж освобождается 528-е, чтобы в северной части поставить телефон и установить. Этот процесс, он может быть еще немножко пройдет, но он решен. Сегодня мы стараемся решить и другие социальные вопросы, вы же сами в курсе дела. Но я с вами согласен. И я вас понимаю. И, собственно говоря, мои такие же, так сказать, разделяют точно такое же требование. Что сегодня настал момент кризиса политической власти. А от кризиса политической власти идет кризис экономики. Нельзя допустить того, чтобы мы сегодня в очередях стояли за хлебом. Нельзя. Безусловно. Но мне думается, что совершенно правильно требования вот эти плакаты со своими названиями, они говорят сами за себя. Поэтому вот тот документ, который сегодня был вручен, я вам обещаю, что этот документ, он будет вынесен на заседание Городской Думы. На заседании Городской Думы данный документ будет обсужден и принято какое-то будет решение. Какое зависит от всех, не только от меня одного. Решение Городской Думы, я думаю, будет обнародным, вы о нем будете знать. И тем не менее, и тем не менее, хоть сегодня акция протеста, я бы все-таки хотел пожелать единения. Я бы хотел пожелать всем здоровья. Я бы хотел пожелать, в первую очередь, мира. Я с вами и буду с вами до последних дней. Дальнейшее пикетирование наносило характер неформального общения отцов города с народом. Проблемы известны. Администрация города изо всех сил старается их решать. Но почему-то все время не покидает тревожные чувства. И недовольны тем, что наши деньги обокрали нас совсем. Забрали наши все сбережения, которые мы годами копили, недоевшие, недопившие, на смерть. И все забрали у нас. Все отобрали у нас. И пенсию у нас забрали. Что можно еще сказать? Я бы сказала, как бы пожить этому нашему правителю на эти деньги, на которые мы живем. Что нам делать? Два дня в магазин сходил, на третий идти не с чем. Хлеба купить не на что. Как мы можем так жить? Сегодняшняя ситуация в России напоминает последние дни династии Романовых. Царь-алкоголик, славоблудие думы, разваленная армия, голодающий народ. Все это уже было. Классик сказал, история повторяется дважды. Один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Трагедии в нашей истории было предостаточно. Что будет впереди, покажет время. Главное сегодня – это мудрость и спокойствие. И давайте постараемся не наступать на одни и те же грабли во второй раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова